Всем привет! На связи Парфюмерщик и сегодня мы говорим про клоны Авентуса. Уже во второй раз на этом канале и я думаю, что на ближайшие полгода тему Авентуса и клонов Авентуса будет закрыта на моем канале, потому что есть множество других интересных запахов, которые нужно исследовать и о которых мне кажется более интересно рассказывать. И тем не менее, я снимал как-то ролик про часть клонов Авентуса, потому что про все снять невозможно, они плодятся просто как крысы. И у меня в комментариях появлялись вопросы относительно двух работ, которые в том видео не были представлены. Это Клаб Денуи Интенсмен и это Бойс 19-20 Парана. И в контексте вопросов, которые мне очень часто задают, почему я не рассказываю в частности про Клаб Денуи Интенсмен, ведь это же отличная бюджетная замена Авентусу, я попытаюсь объяснить, что для меня вообще худшие клоны Авентуса и что для меня лучшие клоны Авентуса на примере этих двух работ. Так что если вам интересно послушать о моем мнении и восприятии этих двух работ, пристегивайтесь покрепче и погнали! Многие, наверное, посмотрев старт или превью этого видео скажут, ну ты, блин, сравнил морковку с пальцем. Сравнивать ароматы из разных весовых категорий это вообще некорректно. Но я здесь, конечно, отчасти соглашусь, но тем не менее, все же вопросы от покупателей нередко поступают относительно того, какое отношение у меня к клонам Авентуса арабским, европейским, нишевым и так далее, потому что их действительно очень много. И для того, чтобы один раз ответить на этот вопрос и больше к нему не возвращаться, я просто за пример взял две эти работы. То есть не будет сегодня какого-то хейта Клаб Денуи и восторженных возгласов в сторону Парана. Я просто постараюсь максимально понятно объяснить мою точку зрения относительно оценки тех же арабских и европейских клонов, которые есть на парфюмерном рынке. Причем арабскую парфюмерию я имею в виду бюджетную. У меня даже была небольшая подводка к этому большому выпуску. В формате шорс я выпускал видео, где рассказывал о том, что как клон Авентуса Клаб Денуи это не лучшая версия, далеко не лучшая версия, я высказался по-другому. И, конечно, была небольшая категория людей, у которых слегка пригорело, но мне было удивительно наблюдать, что большинство людей со мной согласны. Потому что Клаб Денуи это аромат, который очень часто рекомендуется не только на русскоязычном ютюбе, но и на англоязычном. А все, что у нас находится за границей, это автоматически многими считается более экспертно, это лучше, это круче. И, ну, скажем так, я, наверное, думал, что наткнусь скорее на какой-то хейт, но наоборот мне многие поаплодировали в формате комментариев и сказали, что наконец кто-то сказал об этом аромате другое мнение. Не будем говорить там правду, потому что у каждого правда своя. И, тем не менее, я понял, что моя аудитория максимально на одной волне со мной находится. Более того, меня невозможно даже заподозрить в каком-то предвзятом отношении к клонам Авентуса в сторону плюс и в сторону минус, если мы говорим про какие-то арабские бюджетные замены. Потому что, во-первых, я слегка дефектный. Не потому что у меня нет волос, а потому что мне не нравится запах Авентуса. То есть как работа, это классная работа, и даже сейчас это действительно хороший парфюм как исполнение. Но мне не нравится запах. Мне кажется, в глазах людей, которым нравится Авентус, я считаюсь не просто дефектным. Я уже, наверное, имею какую-то стадию инвалидности. В любом случае, тут я максимально абстрагирован от вкусовщины и оцениваю все, ну, таким взглядом со стороны. И плюс у меня Клаб Денуи есть в продаже. У меня его даже заказывают и, опять же, задают вопросы, почему многие там блогеры, там еще кто-то хвалит этот аромат. А вот ты ругаешь, да, там типа занял принципиально какую-то якобы противоположную позицию для того, чтобы хайпануть на этом. На самом деле это было бы достаточно глупо, потому что, повторюсь, этот аромат у меня можно заказать. Плюс аромат, который стоит недорого, его легче продавать, потому что его просто может позволить себе большее количество людей. Осталось на него только набросить пуха и деньги в кармане. Но я люблю спать спокойно, я люблю быть честным со своей аудиторией и высказывать, пускай это и мнение, и оно субъективное, но все-таки мнение, которое соответствует тому, что я на самом деле думаю, а не тому, сколько я хочу на этом зарабатывать. Теперь по самим ароматам. Клаб Денуи Интенсмен, начнем, наверное, с него. Я, честно говоря, не буду его весь обзор держать в руках, потому что этим флаконом можно убить. Вот, у него 105 миллилитров, он, в принципе, выполнен по-арабски красиво. Вот, если кому-то нравятся вот эти все блестящие стразики, то на парфюмерной полке он смотрится достаточно интересно. Я постараюсь описать свои плюсы и минусы, которые я вижу в этом аромате. И начнем с того, что этот аромат можно рассматривать по двумя разными углами. Во-первых, это как самостоятельный отдельный аромат от Авентуса, хотя это сложно сделать, учитывая, что именно с него он и слизывался. И второе, это оценивать его именно как клон. Но оценивать его не как клон, единственный существующий на рынке, а в контексте существования просто целой армии этих клонов. И вот здесь он уже будет проигрывать. Так вот, как самостоятельный аромат, это действительно нормальный запах, который вполне себе можно рекомендовать людям, у которых есть определенный запрос. У которых есть, во-первых, ограниченный бюджет, во-вторых, которые хотят что-то, может быть, модное, скажем так, да, что-то, что будет наверняка собирать комплименты. Потому что многие покупатели и любители этого аромата отмечают, что он весьма комплиментарен. Я даже в этом не сомневаюсь, потому что все, что пахнет примерно как Aventus, оно плюс-минус нравится, скажем так, большинству людей. Придирки здесь в основном уже идут к деталям. И, на мой взгляд, эти детали важны. И, опять же, в контексте присутствия других альтернатив, о которых я тоже сегодня вкратце хотя бы расскажу, но они уже были в моем другом ролике. Так вот, как самостоятельная отдельная работа, я его больше предпочту, чем какой-нибудь Dolce & Gabbana Key, Yves Saint Laurent Y или Invictus. То есть, я бы, наверное, взял, если бы не отстоял бы такой выбор, я бы, наверное, предпочел бы его. Потому что и те, и эти работы, они синтетические, скажем так, но, наверное, у этого просто более приятный, что ли, альфакторный профиль. Не знаю, как это объяснить, просто тупо мне это будет больше нравиться. Чем эта работа пахнет? В старте это лимон, причем лимон достаточно яркий и достоверный. Он чем-то напоминает, я даже приготовил реквизит, напоминает мне, знаете, продается в банках таких вот, да, какая-то лимонная вот эта смесь, называется протертый лимон с сахаром. Это когда берут вот все это, перемалывают вместе с кожурой лимон там с косточками, там даже косточки видны. И вот у него есть такой очень интересный запах. Свежий, с легкой сладостью, потому что есть какая-то сахарность тут, очевидно. Сахар добавляли, иначе это было бы несъедобно. И есть горчинка, потому что перемалывали здесь вместе с кожурой. Дальше за ним следует то, что мне не очень нравится. Это ананас. И ананас не настолько все-таки честный, как это исполнено в других клонах. Авентус, с которым, с этим ананасом, в общем-то, Авентус в старте ассоциируется у многих. Так вот, ананас здесь, кто бы что ни говорил, что его тут нет и так далее. Он есть, он заявлен, и я его даже ощущаю. Но он слышится мне, как какой-то, знаете, вот этот вот слитый сок, сироп от вот этих вот, я не знаю, какие-то маринованные там или консервированных, короче, ананасов. Вы слили этот сок, разбавили его 1 к 100 и добавили в этот аромат. Вот примерно такой здесь ананас. То есть, разбавленный, какой-то немножко неестественный, и мне это не нравится. И вслед за вот этим вот фруктовым стартом практически сразу начинается прыжок в сторону Авентуса. То есть, он стремится максимально быстро приблизиться к тому, откуда он писался. И, в частности, эту роль на себя берут в Пачули. Здесь однозначно не хватает мха, мшистости, потому что в Авентусе она есть, она ощущается, она есть в Нишане Хачеват. То есть, мне нравятся клоны Авентуса, в которых доминирует мшистость. Здесь ее вообще не ощущается. То есть, аромат, да, он приобретает примерно похожий профиль с Авентусом потом за счет вот этого землистого шипрового звучания Пачули. Но все это немножко звучит упрощенно. То есть, у этого аромата нет каких-то разных витиеватых поворотов сюжета. У нынешней версии Авентуса их тоже не очень много, но они все же присутствуют. И там есть смородина, и она ощущается. Здесь она тоже заявлена, но я ее, хоть убей, ну, особо не слышу. Да, то есть, может быть, какие-то намеки. Но, опять же, это не тот вариант исполнения, который мне нравится именно по исполнению смородины. Еще вместе с Пачули здесь пахнет яблоко свежее, зеленое, которое придает ему, опять же, вот этой вот какой-то фруктовой легкости. Вот. И, в принципе, все. То есть, этот аромат практически не имеет какого-то интересного сюжета, какого-то интересного развития. И вот практически до конца он пахнет вот этими Пачулями. И потом, причем эти Пачули, они становятся, опять же, ну, такое ощущение, как будто воспринимается дешевле, скажем так, чем Пачули в том же Авентусе или в других его клонах. Повторюсь, конечно, было бы глупо сравнивать эти ароматы, учитывая, что один стоит, условно, там, 25 тысяч России, а другой 4 тысячи России. Это разные категории. Но я это сравниваю, потому что очень часто в обзорах я слышу, даже в комментариях на программите, там, люди пишут, у меня был Авентус, купил себе Клаб Денуи, никакой разницы не вижу, нечего переплачивать больше. Но я никогда в жизни не поверю, что этот человек просто не нашел, ну, настолько очевидных отличий. Все время, что он есть на мне, я ощущаю его не как клон Авентуса, а как что-то разбавленное, похожее на Авентус. То есть, вот, и причем не только я это замечал, то есть, когда я давал этот аромат оценивать людям, которые приходили ко мне для того, чтобы познакомиться с какими-то ароматами, мои друзья, приятели, я давал этот аромат сравнивать с самим Авентусом, с его другими клонами, и они тоже отмечали этот момент, что он как будто бы разбодяженный. И вот это вот ощущение меня тоже не покидает, то есть, такое ощущение, как будто его реально разбавили. Не в контексте стойкости и шлейфа, а в контексте его звучания. Так вот, по стойкости он действительно Авентус превосходит, потому что Авентус держится на мне часов 6, люди, которые пишут про стойкость Авентуса на час, это люди, которые путают диффузность и стойкость, это разные немного вещи, потому что Авентус, да, потерял свои параметры стойкости по сравнению с теми выпусками, которые были до 15-го, там, 16-го года. Но, тем не менее, если вы нанесете его себе на запястье, и у вас нет никаких проблем обонятельных, вы, наверное, будете ощущать его гораздо дольше, чем час. Но, опять же, диффузности, возможно, ему не достает. Я не назвал бы этот аромат сверхдиффузным. Возможно, он чуть более продолжительное время заметен. И, опять же, в контексте стоимости тут начинают идти споры, что, мол, это более достойная версия. Но для меня, честно говоря, это вообще не параметр качества, нафиг мне такая стойкость, если аромат мне не нравится. Причем не нравится не по моим вкусовым предпочтениям, а я бы, ну, я бы лучше нанес Авентус, я бы заплатил бы эти деньги, которые он стоит, и я бы лучше надел его, чем Клаб Денуи. Если вы берете его просто потому, что вам этот запах нравится по каким-то причинам, не по причине того, что он стоит дешевле, потому что если вы сравниваете его, опять же, с Авентусом, который стоит условных 25 тысяч за сотку, и с ароматом за 4 тысячи, который стоит за сотку, то вам не нравится не стоимость, а вы просто, в принципе, не готовы платить за парфюмерию эти деньги, которые за нее просят. Потому что это слишком большая пропасть, согласитесь. Вот, но если вам что-то не нравится в Авентусе, и в этом аромате вы получаете то, что вам не нравится в Авентусе, стойкости шлейфа здесь тоже можно считать, потому что есть все-таки люди, для которых это важно, то окей. Но самое главное, не накидывать на него пуха, и не рассказывать о нем так, чем он по факту не является. То есть, более качественной версии Авентуса, как некоторые рассказывают. Я сейчас говорю даже не покупателей, а людей, которые продают его, и в большей степени, наверное, заточены на то, чтобы заработать на нем денег. Если подвести итоги, Клаб Денуи это неплохой аромат, который не пахнет, там, дороже своих денег по качеству исполнения, но, возможно, будет восприниматься дороже за счет сходства с более дорогостоящим своим старшим братом, да. Вот, как клон Авентуса, это не лучший вариант, потому что из бюджетного сегмента, я часто рекомендую, из арабского бюджетного сегмента, часто рекомендую, например, зебру. Почему? Потому что зебра все же привнесла какой-то самостоятельности в работу. То есть, там есть и какая-то пряность, это перечная, там есть и кедр, хвойный. В нем просто больше вот этих вот сюжетов раскрытия. Из европейской, это версия, это Мацелла Ренера, который примерно по той же, по тому же самому ценовому сегменту, что и Клаб Денуи. Поэтому, даже если мне нужно будет докинуть где-то там 500 тысяч рублей, я докину и куплю лучше то, или пожертвую объемом в угоду той же зебры, чем буду покупать 105 миллилитров вот этого. Потому что мне по качеству это не нравится. Откладываем его в сторонку и двигаемся в сторону Бойс 19-20 Парана. Не буду особо затягивать и сразу объясню, почему клон наподобие вот Бойс 19-20 Парана, наподобие Нишанеха Чиват, мне нравится больше. Потому что в них помимо очевидного все же, не прямого, но частичного копирования Авентуса, есть много чего своего. Они по-другому расставляют акценты и эти акценты, эти ударения зачастую вносят ту самую долю изменения, которая сильно влияет на принятие решения в сторону покупки именно этой работы. То есть вот на Крид Авентус я больше денег не потрачу. То есть я его покупал, мне его там частично растащили на Атливан, что-то я сам поносил, продал остаток флакона и больше обновлять не буду. Бойс 19-20 это аромат, который я, даже если он у меня закончится, я буду его возвращать на свою полку, так же как и Нишанеха Чиват. Многие, может быть, напишут, что это самостоятельный аромат, что Нишанеха Чиват это тоже отдельный аромат, вообще не понимаю типа сходства, сравнение их с Авентусом. Ребята, то, что там очевидно присутствует след Авентуса, я думаю, что не видеть это можно только в случае, если ты просто пытаешься как-то выградить аромат, бренд от очевидной попытки все же чем-то вдохновиться. Но это неплохо, это часть парфюмерной индустрии на данный момент. Бойс Парана в старте это аромат про сочетание кислого цитруса и смородины, причем смородины сладкой, но не приторной, как будто это смородиновый какой-то сироп, но опять же немножко разбавленный, из-за чего он не потерял свою натуральность, а скорее стал не таким приторным, не таким вязким. И практически сразу здесь начинает играть дубовый мох, он играет в этой композиции вообще одну из центральных нот и мне это очень импонирует и больше нравится, я вообще поклонник именно таких вот шипромхов и в Авентусе мне этого не достает. Оно там, конечно, тоже присутствует, но все же выполнено, да, может быть более тонко, то есть где ничего не выпирает, но мне хотелось бы, чтобы дубовый мох там выпирал, чтобы в нем чувствовалась вот эта вот мужественность, смелость, харизма, вот эта вот природность, которая есть в Нишанэ Хачеват и которая есть в Бойс Парана. Дальше в аромате добавляется кожа и вот по этой коже многие больше сравнивают его с фрапен, я здесь отчасти соглашусь, фрапен для меня тоже более кожаный, чем тот же Авентус, но кожа здесь очень тонкая и деликатная, чем-то напоминающая по манере исполнения аромат Монтабака Верано, который я легко себе представляю даже не жарким летом, хотя там есть кожа. И кожа, она в принципе в летний период может быть не самым комфортным компонентом, но в данном случае, я его носил уже даже в плюс там 20 у нас нагревалось там весенним солнцем, мне вполне себе было комфортно в условиях того, что тут даже есть какая-то легкая сладость, в условиях того, что здесь есть кожа, я не чувствовал себя дискомфортно. Ну, во-первых, отчасти потому, что этот аромат все же более деликатен в шлейфе, чем Нишанэ Хачеват, Нишанэ Хачеват он более объемный и это все же утомляет лично меня, поэтому я его не использовал бы как аромат условно летний, я бы его использовал скорее как весенний-осенний какой-то вариант, может быть зимний иногда, вот, но летом это скорее от очень большой любви к нему. Вот эту работу я бы даже, наверное, и летним, не жарким вечером бы надел, но я еще попробую, потому что я летом его никогда не носил. Так вот, кожа, и потом за этой кожей опять же начинаются пачули, которые в сочетании с дубовым мхом, который достаточно продолжительный и один из главных в этой композиции, он в сочетании с этими пачулями и, в общем-то, отдает тем самым авентусам, о сходстве с которым мы, в принципе, ведем с вами на этом видео речь. Если сравнить его с Клаб Денуи, поставить их запахи вот на какую-то чашу весов, в чем отличие? В том, что этот аромат, он звучит натуральнее, он звучит красочнее, он сочнее, он трехмернее. То есть, если вот это, это вот телек, вот такой, пусть и цветной, но такой кубический, староватенький, да, то это уже современная плазма. То есть, в нем ты ощущаешь ту гамму эмоций, которые не способны дать вот подобного профиля клоны. Гамма эмоций, ощущений, она шире, она интереснее, она ярче. И от удовольствия, от использования этого аромата я получаю гораздо больше. У меня нет ощущения, что я ношу какую-то пальпадавентус. У меня есть ощущение, что я ношу очень хорошее его ответвление, которое мне нравится гораздо больше. И, но которое, очевидно, писалось все же с Авентуса и смогло нарисовать какой-то свой альтернативный сюжет. Стойкость этого аромата примерно такая же, как и у этого. Наверное, может быть, в шлейфе он все-таки более заметный, потому что за счет вот этой мышистости и фруктовости он более диффузный. А, соответственно, он имеет возможности выбираться чуть дальше за пределы своего обладателя. И я не буду сейчас обсуждать в комментариях, там, у них же, у него же есть еще лимитки, какие-то фланкеры, которые якобы лучше, там, французская, арабская версия. Боже, это просто бесполезно обсуждать, потому что, ну, мне, опять же, мне это не настолько интересно. Но я посмотрел прайс на его лимитку, и она стоит, ну, у меня, по крайней мере, на тысячу дешевле, чем полтинник вот этого аромата. Какой смысл брать эту лимитку? Для чего? Если ты без попыток подражать чему-то дорогому и то, что ты не готов себе позволить, можешь купить себе самостоятельный аромат, который понравится тебе больше. Да, который был сделан по мотивам, скорее. И повторюсь, то, о чем я говорил в своем предыдущем видео про клоны Авентуса, если не смотрели его, посмотрите. Не экономьте на клонах Авентуса. Ну, как правило, не будет той истории, что вы купите аромат за 50 баксов, и вы будете пахнуть по уровню, качеству исполнения, по таланту исполнения. Так же, как аромат, который, там, пахнет, который стоит 300-350 баксов. В большинстве случаев это, к сожалению, просто невозможно. Но найти аромат за более честную стоимость, это, конечно, будет выше 50 баксов. Но цена будет более адекватная, и звучание аромата будет не менее интересным и привлекательным, чем в Авентусе, и по качеству исполнения уж точно не уступит. Это лично для меня более привлекательная история, и я это всегда транслирую в своих блогах, понимая, что многие, возможно, из смотрящих меня не разделяют мою точку зрения. В любом случае, пишите в комментариях вашу обратную связь, что вы считаете по поводу Club Denui Intense Man, что вы считаете по поводу Бойс Парана или любого другого клона, который вам знаком относительно Крида Авентуса. Я не думаю, что я буду сильно включаться в эту беседу, но мне кажется, что в таком комьюнити моих подписчиков вы сможете каким-то образом друг другу помочь, потому что многие люди все-таки ищут клоны Авентуса. Да, это ко мне, там часто поступают запросы, и они, может быть, немножко уже поднадоели, и плюс я не любитель этого профиля, но все же есть люди, которым этот аромат нравится, и которые ищут какие-то адекватные варианты, и если у вас такие есть, с удовольствием, я думаю, люди почитают ваши предложения, и, возможно, даже кому-то вы поможете выбрать свой аромат мечты. С вами был я, Кирилл, это канал Парфюмерщик, до связи! Парфюмерщик